Замечательно украсить садовый участок, стены дома, красивое растение, которое называется кампсис или текома. Чем же оно замечательно? Кроме яркой резной зелени, она имеет вот такие красивые трубчатые цветы, привлекающие огромное количество насекомых. В данном случае вы видите пчел, но также любят полакомиться и осы. Вырастает за лето на 6-8 метров, создает красивую живую стенку и очень красиво украсит любой садовый участок. Желательно, конечно, делать опоры, но текома сама прикрепляется к любым поверхностям и вьется. Она находит себе лазейки и цепляется за все, что можно. У нее воздушные корни, присоски, которыми она цепляется. Надо внимательно посмотреть, чтобы увидеть ее воздушные корни. Цепляется она, конечно, очень сильно ими за любую поверхность, даже за стекло. Даже на камне, на металлическом щите она свободно может проложить себе дорогу и закрепиться. И только молодые побеги не могут цепляться, поэтому я их привязываю. Вот эта текома, которая справа, проложила себе дорогу под плитку и теперь вышла с другой стороны и вот так вот пробивает себе дорогу даже на плюще. Хотя по задуманному она не должна была у меня здесь виться, но я ей уже разрешила. Текома или кампсис. Очень красивая, быстро растущая лиана. Текома многолетнее растение. Оно очень хорошо цепляется к любой поверхности. Ее не надо подвязывать, давать ей подпорки. И единственное, что надо убирать снизу, чтобы не мешало другой растительности растить. В конце июня, в начале июля формируются красивые оранжевые граммофоны. Такое растение будет очень красиво. Отвивать перголы арки. Зимой ветки голые, поэтому советую посадить рядом плющи обыкновенные, вечно зеленые растения. И тогда стеночка не будет казаться такой некрасивой. Текома совершенно неприхотливое растение. Размножается отводками, корневыми черенками, а также семенами. Но советую все-таки отводками. Благодаря тому, что у текомы хорошо работают отводки, выросла на незапланированном месте. И супруг сделал вот такую стойку. И, надеюсь, очень скоро текома обовьет всю эту стойку. И будет очень красивая зеленая стеночка. В природе текома встречается в Китае и в Центральной Америке. За летний период текома может вырасти до 8-10 метров. Вот видите, моя рука вот так красиво смотрится. И вот еще есть. Красиво украшает стенку. Если вы заметите, у нас стена не обработана совершенно. Но вот такая зеленая стенка очень красиво вскрывает все и украшает. Поэтому, если нет возможности или времени, может, средства не позволяют заделать вот такую стеночку, то, конечно, можно использовать. После оцветания таких красивых трубчатых цветов остаются стручки. Вначале они зеленые, потом они становятся светло-коричневыми, раскрываются и семена разлетаются. Вот так выглядят семена текомы или каспсиса. Стручки длиной до где-то 18-20 сантиметров. И вот здесь семена уже практически готовы к полету. А вот так семена выглядят вблизи. Вы видите, что у них есть летучки. Хочу вам показать текому каспсис. Когда эта красавица лиана была вся в цвету. Дважурной зелени она смотрелась очень привлекательно. И сам наш двор смотрелся красиво. Но ударили первые небольшие морозы. Текома выглядит вот так. Совершенно непривлекательно. И двор наш выглядит неухоженным. И поэтому необходимо всю эту поросль срезать, оставив только дискелетные ветви. Они красиво будут смотреться. И я уже начала обрезать. Сейчас я покажу. Посмотрите. Вот там на столбе тоже росла текома. Но я обрезала. Чуть выше еще не обрезанные ветви. Их, конечно, тоже надо удалить. И как только я почищу все эти заросли, я сниму видео. Как должна выглядеть текома перед зимовкой. Работы много. Но когда уберу, будет красота. Как я обрезаю текому. Вы видите, у нее было много отростков, но я оставила вот одну почку и две почки. Так и виноград оставляется. Две почки. И если посмотреть в других местах, вот здесь, видите, одна почка, вторая почка. Одна почка, вторая почка. То есть обрезать надо так, чтобы летом пошли побеги. Если мы все это обрежем, то будет очень сложно по новой начать расти и цвести. Вот я обрезала все лианы, текомы, которые уже в этом году не нужны. Получился вот такой вид. И по сравнению с тем, как было в начале, конечно, намного лучше. И теперь даже если выпадет снег, легко будет убирать. Не надо будет соскребать листву с плитки. Ну, а плющ, конечно, так и будет всю зиму красоваться. Вот так выглядит текома или каспсис после зимы. И необходимо сделать обрезку. Можно делать обрезку весеннюю или осеннюю. Сейчас я приступлю к обрезке, и вы посмотрите, как это делается. Оставлять надо немного, так как хорошо нарастает. Можно оставить по два. Один больше, один не. Есть старые стебли скелетные, и есть молодые. И вот сейчас. За лето лиана вырастает метров на 5-6, поэтому необходимо делать обрезку. Основной узел находится вот здесь. Поэтому надо посмотреть, чтобы ветки не были такие длинные. Вот так. Здесь развязка. Ну, это оставим подлиннее. Вот так привязать. Пустить ветки в одну и в другую сторону. Произведена обрезка текома или каспсиса. И сейчас я покажу, как надо прикрепить, чтобы ветки не мешали друг другу. Сильно стягивать не надо. Но и так, чтобы они не мешали друг другу. Ну вот. И обрезается эта часть. Вот так. И вот эту часть тоже прикрепить. И обрезать лишнее. Все, она будет держаться. Хочу показать, что обрезка уже произведена полностью. Куст аккуратненький. И теперь только летом, если что-то будет мешать, надо будет опять сделать подрезку. Текома имеет несколько гибридных форм. Но все формы очень красивые. Вот такая красивая лиана применяется дизайнерами, фитодизайнерами. Понравилась информация? Ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok